Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Взрывная отдача. Суд вынес приговор по делу о поджоге табакерки. Признаны виновными в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Какие вскрылись факты? Опасные пути. Госавтоинспекторы усилят контроль на ЖД переездах. Предусмотрена административная ответственность в размере от 2 до 4 базовых величин. Что еще стоит знать нарушителям? Прививка от COVID-19. В Абруйске продолжается массовая вакцинация. Считаю, что надо прививаться, чтобы был коллективный иммунитет. Какой выбрать препарат? А также второй энергоблок, продуктовая корзина и временное ограничение. В Беларуси введен первый запрет на посещение лесов. Провальная операция. Суд вынес приговор по делу о поджоге табакерки. Троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы. Хронологию событий восстановила наша съемочная группа. 7 октября 2020-го. Без малого 22 часа. Местные жители готовятся к преступлению. На оперативных кадрах видно и слышно, как четверо мужчин обсуждают план действий. Сидя за столом в гараже одного из приятелей, подшучивают, мол, главное не попасться. Здесь же обсуждают, как украсть провода из коммуникационных колодцев, отравить воду и тестируют самодельную взрывчатку. Сидя за столом в гараже. Ночь 10 октября. В МЧС поступает звонок. Горит киоск на Шмидта. Причины возгорания специалисты называют поджог. ОМОН задерживает тех самых трех местных жителей, которые, по информации ведомства, могут быть причастны к преступлению. Четвертый идти на дело не рискнул. Позже выяснится. Мужчины заранее поместили на крыше табакерки емкость с бензином и часовым механизмом, которые впоследствии привели в действие. В заветном гараже оперативники находят пневматическое оружие, трафареты для надписей и предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. Положили на крыше табакерки. Что положили? Кто ложил? Кто ложил? Ложил Виталий. Что ложил? Пакет. Что в пакете было? Танцин. Кто механизм приводил в исполнение? Включал. Вы включали? Да. А почему именно вы? Виталий побоялся. Или не знаю, как? Нет, но не знаю, как в принципе. То есть вы изготавливали, вы знаете, как его включать, поэтому включали вы? Да. У одного из задержанных изымают флешку с фото и личными данными правоохранителей. К слову, он же известен общественности по резонансному делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Мужчина и есть тот самый таксист, за которого вступилось семейство букосов. Напомним, все произошло вечером 10 августа. Госавтоинспекторы остановили водителя для проверки документов, которых у него не оказалось. Стали составлять протокол. Собралась толпа. Призывы звучали самые агрессивные. Вдруг 53-летний мужчина нанес удар правоохранителю. А его 24-летний сын также беспричинно напал на сотрудника департамента охраны. Дебоширов приговорили к 2 и 4 годам лишения свободы. Следствие также устанавливает задержанные фигуранты еще двух дел. За несколько дней до пожара в киоске молодые люди пробили колесо в машине милиционера. А в конце сентября подожгли ветошь на железной дороге в Осиповичском районе. Так они решили остановить приближающийся поезд и создать задержку в движении ЖД-транспорта. Двое признались и в участии в протестах в столице. Один расклеивал листовки в Бобруйске, оставлял надписи на лавочках в пешеходном переходе возле школы. 7 июня 16 часов. На скамье подсудимых Назарович, Василевич и Марьясов. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств Назарович, Василевич, Марьясов и Гаврилов приговором суда Бобруйского района и города Бобруйска признаны виновными в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушения работы транспорта и предприятий. Пособничестве в порче имущества, незаконном изготовлении, хранении и ношении предметов, поражающего действия на основе горючих веществ, покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемый Гаврилов признан виновным в ненависении о готовящемся к тяжкому преступлению. Трем из обвиняемых судом назначены на наказание в виде лишения свободы. Назаровичу на срок 8 лет, Василевичу Марьясову на срок 7 лет 6 месяцев, Гаврилов ограничение свободы на срок 2 года с направления в исправительное учреждение открытого типа. Суд также конфисковал автомобиль как средство совершения преступления, который принадлежит Назаровичу. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и протестован в апелляционном порядке. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Павел Зуев, Мобруськ, 360. День единства, лесной запрет и транспортное сообщение. Между Минском и Москвой увеличится число авиарейсов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На Белая С завершились гидроиспытания второго энергоблока. Следующим этапом пуска наладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить трудоспособность основного и вспомогательного оборудования на рабочих параметрах. Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится в два раза. С этого дня самолеты будут летать 10 раз в неделю. Страны постепенно восстанавливают транспортное сообщение. Сегодня также начнут ходить в российскую столицу еще два поезда из Беларуси. Увеличится и количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск. Март расширил регулирование цен на социально значимые товары. В список включили крупу перловую, мясные субпродукты, колбасу варенокопченую, тушеную консервированную говядину и свинину, живую и мороженую рыбу, чеснок, соль и еще ряд позиций. В Беларуси учредили День народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября. Эта дата стала актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921-м по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепилась в национально-исторической традиции. В Беларуси вводят временный запрет на посещение лесов. Первый списки – Березинский район. Здесь, чтобы обезопасить людей, пошли на вынужденную меру. По данным специалистов, на очереди столичный регион. Ограничения снимут, как только позволит погода. Напомним, прогулки по лесу, закрытому для посещений, наказываются штрафом. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 834 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 401 853 человека. В Беларусь прибыл гуманитарный груз с вакциной из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту более 9 тысяч доз китайского Синофарма, который уже зарекомендовал себя в нашей стране. Он прост в транспортировке, а также не требует особых условий хранения. В ближайшие две недели препарат будет под наблюдением белорусских специалистов, а после его передадут в медучреждения. В продолжении темы, в поликлиниках города во все идет массовая вакцинация. Антиковидный укол уже получили порядка 8% жителей. Как записаться на прививку, знает Ольга Васенда. За день Юлия Задорожная принимает более 150 пациентов. В обязанности процедурной медсестры входит проведение прививок, уколов, забор крови. Однако сегодня специалист, которая уже переболела коронавирусом, сама пришла за антиковидным препаратом. 14-летний опыт работы подсказывает. Казалось бы, болезнь позади, но вакцинации пренебрегать не стоит. Через нас проходит очень большое количество пациентов. Хочется защитить себя, свою семью, близких. Поэтому прививаемся. Так как я болела в январе ковидом, подтвержденным ковидом, поэтому мне разрешили только через полгода. После общего осмотра и заполнения документов медику вводят первый компонент российской вакцины «Спутник ВИМ». Второй положен только через три недели. К слову, в день в первой поликлинике прививку против коронавируса делают порядка 120 человек. Для меня вакцинация – это прежде всего является снижение риска заболевания. Так как у меня еще и родители в довольно пожилом возрасте, то еще и риск заразить их. Я сама врач, дважды перенесла ковид, и поэтому считаю, что надо прививаться, чтобы был коллективный иммунитет. В Бобруйске уже привито около 8% жителей. Вакцины «Синофарм» и «Спутник ВИМ» есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. «Сейчас реализуются первых два этапа, когда прививаются медицинские работники, фармацевтические работники, работники учреждения образования, работники социальной сферы и лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Также во втором этапе подлежат вакцинации лица старше 61 года и лица, имеющие хронические заболевания». Иммунитет начнет формироваться где-то через две недели после введения второго компонента. Но это не значит, что нужно пренебрегать мерами профилактики. Необходимо носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруск-360. Берегись поезда. В Бобруске пройдет акция «День безопасности на железнодорожных переездах». В четверг сотрудники ГАИ усилят контроль. Отрабатывать ЖД-пути будут с помощью гражданских автомобилей и средств видеофиксации. Внимание уделят максимальному числу переездов. За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрена административная ответственность в размере от двух до четырех базовых величин. Аварии с участием авто и поездов отмечают специалисты скорее исключение, нежели правило. Но обычно у таких ДТП плачевные последствия. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА